Здравствуйте, дорогие наши друзья и зрители телеканала ТБН! С вами пастори Петр и Галина Беднюк в программе «Твой лучший день». Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем тему о царственном священстве. О том, что мы стали отделены для Бога и стали царями и священниками Богу. Мы Богу служим тем, что мы выполняем миссию священников, миссию примирения. После того, когда мы сами примирились с Богом, мы продолжаем эту миссию. Для тех людей, которые не примирились, им кажется, что может быть проще, но многие не понимают этого вопроса и, примирившись с Богом, просто занимаются собой, может быть, радуются, но не понимают, что надо продолжать то, что мы взяли. Или, можно сказать, знаете, когда играют в какие-то спортивные игры, передают, передают они факел, когда несут олимпийские игры, да, эстафету передали. Что мы приняли эстафету от нашего Спасителя. И мы должны продолжить и передать другим людям, которых спасем тоже, также, можно сказать, разделим с ними спасение. И они будут нести дальше. – Абсолютно. Когда мы принимаем новое рождение от нашего Господа Иисуса Христа, дорогие друзья, это так замечательно, это так прекрасно. Мы становимся новым творением во Христе Иисусе. И действительно, от Него все происходит. И начало, и конец, и Он действительно центр нашей жизни. Поэтому те, которые приняли Его, Его кого? Иисуса Христа. Кто такой Иисус Христос? Он есть Царь Царей и Господь Господствующий. И еще пророки возвестили за много столетий до рождения Мессии Иисуса Христа, что Он назовется Царем Мира, Князем Мира. Дорогие друзья, в Его Царстве Он является Царем в Его Царстве. И сегодня мы, рождаясь в Его Царство, мы становимся Царственным Священством. Мы служим Богу. Священник тот, который служит Богу. Дорогие друзья, если вы приняли Иисуса Христа в свое сердце, то Он дал вам власть не только называться, но и быть Царственным Священством. Может быть, вы впервые слышите, какой же я Царь, какой же я Священник. Дорогие друзья, может быть, вы и не знаете всего то, что вам даровано. Но сегодня Господь хочет открыть через свое Слово. Это естественно. Когда пришли к Иисусу, многие люди и иудеи уверовали. Иисус сказал, что если вы будете возрастать в Боге через Слово, познаете истину, и эта истина, она вас приведет к тому, что вы познаете, и она вас делает свободными от зависимости плотских дел, греха. И вы станете на тот путь, где будете исполнять Божие поручения, которые Бог имеет для каждого из нас. Поэтому, дорогие друзья, не занижайте Божьих стандартов, не занижайте Божьего плана и дизайна в вашу жизнь. И не завышайте иногда, что Бог не дал вам. Поэтому каждые мы должны думать скромно, по мере веры. То есть то, что Бог уделил для нас. И Бог уделил особый удел. Он называет верующих людей. Те, которые поверили в Иисуса Христа, уже святыми. Его народом, никогда не народ, но ныне народ, некогда не помилованы мы были, но сегодня милость имеем. Поэтому мы сегодня призваны Богом, чтобы возвещать Его свет. Тот, который действительно вывел нас из сьмы и ввел в царство своего возлюбленного Сына Иисуса Христа. Это так замечательно, дорогие друзья. Поэтому Господь каждому верующему, которому просил грехи, которого омыл драгоценной кровью, Он дает титул и звание для определенной миссии, чтобы мы разнесли Его царство на этой земле. Царство мира, царство праведности, царство радости. И сегодня о царстве мира мы будем особенным образом говорить. Потому что Иисус Христос является князем мира. И Он хочет, чтобы Его царство распространилось на этой земле. Дорогие друзья, напишите, позвоните. Мы будем очень рады слышать от вас, что вы думаете по этому вопросу. Через несколько секунд мы возвратимся, чтобы продолжить эту увлекательную тему. Дорогие друзья, вы в программе «Твой лучший день». Сегодня, когда мы размышляем на тему царей и священники, мы начинаем осознавать, как важно то чудное примирение, которое мы имеем с Богом. И вот о чем мы уже говорили, о том о мире. На самом деле нет мира без перемирия, без примирения. А примирение приходит через оправдание. И написано, что в Царстве Божие есть праведность, мир и радость. И на самом деле даже нет вытекающей радости, если нет примирения. Если вас кто-то огорчил или вы с кем-то в ссоре, у вас нет радости. Почему? Потому что это вас беспокоит. И Бог хочет, чтобы мы, примирившись сами, через оправдание, через ту праведность, которую нам была, можно сказать, поддорена, как дар Божий через жертву Иисуса Христа, мы получаем этот дар. И мы имеем мир с Богом, мы примиряемся. Поймите, что вот о чем мы уже говорили, что мира нет без примирения с Богом. Какой же мир? Это иллюзия, это обман, это, можно сказать, даже фальшивое такое состояние, когда человек думает, о, у меня все хорошо. Какое у тебя все хорошо? Когда ты враг Богу. Ты враг тому, в чьем дыхание, в чьей руке. Понимаете? Это же просто глупость. Это равносильно вас за шкирку держит над пропастью. А вы себе, знаете, как будто бы, как вам все безразлично. Это уже, знаете, наверное, что-то с головой, можно сказать. Диагноз даже может поставить вам психиатр. Конкретно. И мы понимаем, что если мы примиренные, значит, у нас радость. Но, если мы примиренные, и мы радуемся, и не понимаем, что есть еще не примиренные, есть еще люди, которым надо примириться, которые висят над пропастью, которые, вот можно сказать, не сегодня-завтра, мы не знаем, никто нам не гарантирует завтра. И как часто люди живут в иллюзии, думают, ой, ничего, ничего, вот недавно человеку говорил, думаю, как многие люди говорили, а в церковь бабушкам надо ходить. Почему? Ну, потому что нам надо еще пожить, погрешить, понаслаждаться жизнью. Какое же наслаждение? Вы же на самом деле не наслаждаетесь жизнью, потому что вот это, знаете, как подсознательное такое, сзади как будто бы у вас кто-то, ага, какая же у тебя радость, когда не сегодня-завтра тебе ждет вечные муки. Тебя дьявол, можно сказать, поджидает. И не просто поджидает, поймите, что ведь состояние ваше не может быть умиротворенное. Почему? Потому что он вам западню, понимаете, вы в западне, это равносильная рыба, которая уже попалась в сети, она в себе, знаете, вроде как плавает, как на свободе. Нет, она начинает уже метаться, потому что она на самом деле понимает, что она уже поймана. Абсолютно. Когда вирус витает в воздухе, человек заражен этим вирусом, он подвержен болезни, он болеет. Вирус греха, он сегодня в этом мире распространенный. И нам нужно освободиться от этого вируса, на самом деле. Поэтому каждый человек, признает он это или нет, на самом деле, Писание говорит, мы должны посмотреть, что Бог говорит. Писание – это Бог говорит через свое слово. Слово и Бог – это одно. Оно говорит, что все согрешили и лишены славы Божьей. Дорогие друзья, иногда люди соглашаются с грехом, оно им, кажется, еще не достает их так, точно как болезни, но лучше ходить в здоровье. Вы знаете, поэтому это на физическом уровне, но если мы рассматриваем свете вечности, то человек грешный, он не может увидеть святого Бога. Поэтому Бог предложил альтернативу выхода из этого положения. Он говорит, что весь мир лежит во грехе, во зле, все согрешили и лишены славы Божьей, потому что зарплата или расплата за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе. И так, оправдавшись верою, мы не просто говорим в веру, а просто в Иисуса Христа мы имеем мир с Богом, примирение, шалом. То есть шалом – это слово, которое включает в себя и спасение, и примирение с Богом. Если не наступит примирение у человека с Богом, мы не можем встретиться с Богом. Поэтому, дорогие друзья, подумайте об этой встрече, подумайте об этом моменте, об этой жизни мира, и Бог хочет настолько высвободить Божий мир, Божье благословение. Это счастье, как вы их называете современным словом, как бы вы им ни назвали, то, к которому вы так стремитесь, может, всю жизнь, может, прилагаете много усилий различных, и думаете, вот, наконец-то я достигну этого счастья. Вы можете достигнуть прям в сию секунду, приняв прощение от Бога, приняв дар примирения и мира от Бога. Дорогие друзья, напишите, я принимаю Божий дар, Божьего примирения через Иисуса Христа. После короткой паузы мы вернемся. Дорогие друзья, вы в программе «Твой лучший день». Сегодня мы просто продолжаем этот цикл передач, которые мы учим о царях и священниках, о важности понимания этого удела, в который входит каждый последовавший за Иисусом. Мы продолжаем его миссию, мы продолжаем его дело. И на самом деле он даже говорил, что вы мои ученики. Ученики, они учат делать то, что знает учитель. И цель учителя – передать то знание, передать ту информацию, передать тут, может быть, мастерство, как мы знаем, да, мастер, как бы вот брали ученику. И то мастерство именно в том, что он действительно обращался к людям, он стал этим примирителем. И мы думаем, что, ну, не можем мы нести миссию Иисуса Христа. Ну как, не можем? Мы не можем не нести, знаете почему? Потому что мы пригласили его в свое сердце. И другими словами, он живет в нас, понимаете? А если он живет в нас, и он парализованный, это вопрос уже другой, живет ли он в нас или нет. Что он не может быть бездействованный, он не может оставаться равнодушным. Понимаете? Это очень важные моменты. Он не может оставаться, не проявляться страдания, когда вот мы видим, что каждый раз, когда Иисус сталкивался с какой-то проблемой, мы видим, что вот идет церемония, идет церемония похоронная. И он видит, что плачет вдова, которая имеет единственного сына. И он не проходит равнодушно. Написано, что он сжалился. Он проявил сострадание. Знаете, вот просто жалость проявить, это пожалеть человека и ничего не сделать. А сострадать и жаловаться, сострадаешь. Ты вместе страдаешь. И ты не просто страдаешь, но ты что-то делаешь в этой ситуации. И вот так мы, когда проходим, и мы видим люди вокруг нас. И эти люди умирают без Бога. И мы знаем, что еще их ожидает страшное мучение, вечное мучение без Бога. И как часто мы видим, что они уже сегодня здесь мучаются. и мы сострадаем. И на самом деле не мы сострадаем, а сострадает Иисус, который живет в нас. И Он начинает нас, можно сказать, подталкивать на то, что мы... На участие. На участие в этой нужде. И мы начинаем говорить этим людям. И проявляется благодать Божия, высвобождается через нашу жизнь, через то слово, которое мы несем, слово примирения, слово подбодрения, слово надежды. И представляете, этот человек обретает... Знаете, искорка раз и думает, не все так плохо, у меня есть надежда. И вы представляете, что если бы этот человек не встретился с вами, и может быть тот человек бы умер и пошел в жизнь вечную без Бога. Это вечное мучение. Вы представляете, какая это ответственность? Когда вот мы осознали, я осознала, что на мне лежит ответственность, я поняла, что... Раньше я думаю, а при чем я? Это же Бог спасает. Нет, мы продолжаем миссию. Мы продолжаем его миссию, потому что мы пригласили его в свое сердце. И если мы безучастны, поймите, что для меня звучит вопрос, опознали ли мы сами спасение? А пригласили ли мы его в свое сердце? А отождествились ли мы с новой жизнью? Новой жизнью – это нового творения. Это уже безгрешного творения. Именно совершенного творения. Верующий человек – это не просто, дорогие друзья, которые, ну вот я верю, многие люди сегодня заявляют о своей вере. Естественно, и мы должны каждый проверить свою веру, основанием, фундамент своей веры. И апостол Петр говорит, «Все полагаю на сегодня камень, краеугольный испытанный драгоценный, и верующий в него не постыдится». Дорогие друзья, это наше основание нашей веры. И Господь верующим именно тем, которые уже ставят свой фундамент именно на этом основании, на этом камне, который есть Иисус Христос, Господь повелевает уже верующим не быть бездейственным. Потому что если мы не приносим никакого плода, то мы как та веточка, которая будет отрезана и брошена в огонь. Господь желает, чтобы мы приносили плод. И плод его пребывал в жизнь вечную, дорогие друзья. Поэтому Господь дал каждому верующему это высокое звание, это титул царственного священства, святое священство. Народ вы особый, взятый в удел особенный, чтобы возвещать призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Дорогие друзья, Он дал вам слово примирения и служение примирения, чтобы вы сегодня могли принести мир там, где нету мира. Принести его примирение, чтобы люди могли познать Бога и прославить Его. Напишите и позвоните, что вы желаете исполнить служение примирения, нести это послание царственного священства с примирения с Богом для других людей. Мы вернемся сейчас. Дорогие друзья, вы в программе «Твой лучший день». И мы продолжаем эту замечательную тему царственное священство. И мы хотим раскрыть вам эту тему для того, чтобы вы, осознав это, вошли в это благословение. Поймите, что это не то, что Он меня заставляет. «Ой, я думал, что меня только спасаюсь, и все». Знаете, что за дела? Меня обманули. Если люди говорят, сказали, придешь к Богу, все будет хорошо, все-все. А потом надо же работать над собой, надо же что-то делать. Дорогие друзья, это детская вот такая... Абсолютно, пастор Галина. Здесь как раз, чтобы действительно войти в это положение, мы на одной из передач уже говорили об этом больше, чтобы войти в это состояние, не в состояние, а достигнуть этого призвания. Господь хочет, чтобы мы достигнули, написано, достигайте этого состояния. совершенства, растите в этом, то Господь говорит, что вы отложите все, что мешает. Если нам что-то мешает, действительно, оно препятствует, не дает совершать ту работу, которую мы должны совершать. Поэтому Он говорит, отложить все. Что отложить все? А то, что мешает, к примеру, и так отложите всякую злобу, всякое коварство, лицемерие, завистье, всякое злословие, и Господь, и там можно перечислять много чего. Вот это очень важно, потому что мы размышляли о том, что если мы не отложим, вот подумайте, что вы на самом деле... Коварный царственный священник. Коварный священник, который будете злоупотреблять. Когда кто-то к вам плохо отнесется, может быть, вас унизит, не почтит, знаете, может быть, люди, они же мирские еще, они насмехаются. А бывает, пришли, они еще дети, они действительно не понимают своей ответственности, не понимают вашей позиции перед Богом, как священника, может быть, да? И вот мы говорили о том, что Аарон и Моисей, да, только сейчас над ними смеялись, унижали его, говорили, а кто ты такой? И все, и пришло поражение. Пришел, именно началось поражение. И что они могли бы сказать? Ага, вот, наконец, Бог справедливый сейчас вас всех накажет. Понимаете? Но они, Аарон побежал, взял, с огня, положил к отдельнице и побежал, побежал. Именно там, да. Смотрите, написано, что там, где он стал, там прекратилось поражение. Вот получается, если мы понимали бы, что вот за того человека, за которого вы вступитесь, там прекратится поражение, а если вы за него не вступитесь, не прекратится, он умрет. И мы, если мы не отложим злобу, злобу, коварство, понимаете, выгоду, это получается, зависть, вот эти все, злословие, то люди будут умирать. А могли бы не умереть? А мы бы думать, что, ну вот, Божий суд свершается. Понимаете? И выглядеть вроде бы такими супердуховными даже, понимаете, даже супердуховными. А в то же время Иисус сказал, не знаете, какого вы духа? Когда не священники, его ученики говорили, что порази их, они же не приняли. А он говорит, не знаете, какого вы духа? Я хотел еще один момент сказать, дорогие друзья. Мы говорим о том, что отложить то, что мешает. Но если мы только отложим, постараемся отложить то, что мешает, но не приложим того, что поможет, то, наверное, мы так и не достигнем того положения, того дела. Поэтому Господь говорит, отложите, что мешает, и возьмите то, что вам поможет, и то, через что вы войдете в призвание царственного священства. Он говорит, возлюбите чистое словесное молоко, чтобы вам возрасти во спасение. Бог хочет поднять каждого человека. Неважно, когда вы пришли к Богу, Бог силен поднять. Конечно, печальное состояние тогда, где апостолы, один из авторов послания еврея, говорит, что вам уже нужно быть учителем, вы должны научать, нести слово примирения, служения. Говорит, но вы не способны еще к тому, потому что вы не сделались неспособными. Почему? Видно, они не брали этого молока ответственности. Они говорят, он говорит, что вам нужно снова возлюбить это чистое словесное молоко, чтобы вы могли возрасти. То, что как на физическом уровне, если человек не будет правильно пищей питаться, особенно младенец, он не сможет возрасти. Поэтому Бог сегодня посылает свое слово, чтобы вы могли возрасти в удел, который Бог имеет для вас, и стать царственным священством, исполняя его поручения на этой земле. Мы сейчас возвратимся. Напишите, позвоните, что вы желаете быть в его уделе, исполнять его волю. Бог благословит вас. Мы вернемся. Дорогие друзья, вы в программе «Твой лучший день». И мы вот хотим именно разъяснить, что значит даже возрасти во спасение. Что значит возрасти? Утвердиться. Понимаете? Утвердить свою позицию. Потому что пока ты младенец, ты не можешь царствовать. Ты не можешь уверенно сказать, что вот я наследник трона. Понимаете? Да, какой-то там сопливый еще наследник трона, если ты еще вообще можно сказать не понимаешь, не можешь отличить правую от левой руки. Понимаете? Даже принцип. Что ты не можешь сориентироваться. Ты не можешь правильных решений сделать. Ты не можешь правильно отреагировать на ситуацию. Вот действительно, Когда младенец, это нормально, когда он не понимает, не делает правильных решений, он хочет, может быть, гулять, когда ему надо поспать, когда ему надо покушать, может быть, уже здоровую пищу, он хочет только мороженое. Понимаете, вот это удовольствие, наслаждение, но когда он возрастает, он понимает, уже начинает брать ответственность. И это нормально, когда мы приходим к Богу, и может быть в первых шагах у нас может быть раздражение где-то, проявляется какое-то нетерпение или какая-то злоба. Но если вы не научились ее обуздать и не выросли для того, чтобы утвердить эту позицию, поймите, что вы можете потерять. Вы можете потерять спасение, потому что когда вам надо будет отреагировать правильно, вы будете по плоти поступать. И плоть ваша просто уведет от того призвания и уведет от спасения этой жизни вечной. Потому что некоторые думают, что и говорят, и учат, что нельзя потерять. Написано, что кто-то не восхитил венца твоего. Венца некоторые думают, это награды твои. Слово Божие нас предупреждает о том, что не давайте место дьяволу. Но если мы дадим место дьяволу, это другими словами, мы на стороне дьявола, понимаете? Мы не на стороне Божией, мы на стороне обвинителя душ человеческих, понимаете? Мы должны бодрствовать, когда нам хочется критиковать людей, понимаете? Я сейчас особенно предупреждаю многих людей, которые сейчас столько политических таких игр происходят, где дьявол хочет нас научить, знаете что? Не любить, как Бог учит нас, быть продолжением его царства, а ненавидеть. Ненавидеть человека просто за то, что он причастен к какой-то нации. Или не причастен, понимаете? И вот так, как бы, можно сказать, всех в одну загонять, вот, можно сказать, так округлять. Что, а там русские, украинцы, или другие, или там арабы, или мусульмане, понимаете? Им нужно спасение. Этим людям, которые сегодня делают столько проблем. И все, что им нужно, это нужно спасение, им нужен Иисус. И поймите, мы можем их критиковать, но не сделав об этом ничего. Никогда не послав на телевидение, может быть, никакой поддержки. Почему? Потому что я вам скажу, что ТБН, это телевидение, которое заходит в те страны, в которые не пускают даже миссионеров. Мы не можем поехать туда, но мы можем проповедовать, понимаете? Мы можем им сказать, что есть надежда. Иисус Христос надежда. Иисус Христос ответ на все ваши проблемы. И те женщины, которые плачут, которые унижают мужья их, которые, может быть, вышли замуж за мусульман, те русские, которые даже не думали, что их ожидает, что там приедут, а там несколько жен уже у него, понимаете? И эти ситуации. И куда? Она уже назад и обратной дороги нет, особенно если есть дети. И что вы думаете? И вот она потихонечку зашла на интернет и смотрит телевидение. И у нее есть надежда. И она слышит, что есть тот Бог, который слышит ее слезы, видит. И слышит ее вопли. Понимаете? И вы можете в этом поучаствовать. А мы можем очень просто посмеяться, критиковать. А, обманули ее. Глупая, да? Не знала она, что там ее ждет. Понимаете? Да, не знала. Да, никто не поедет просто так, не зная, как бы вот на такие истязания добровольно. Понимаете? Поэтому, дорогие друзья, сделайте что-то, прежде чем критиковать. Господь призывает нас сегодня, как священников, как мы видим, Моисей и Арон, они заступали, чтобы мы заступали сегодня за эту землю, за этот народ, на который Бог нас поселил на эту землю. Как мы можем это сделать, дорогие друзья? Не только молиться, мы можем и физически что-то сделать, мы можем поддержать даже финансово телеканал ТБН, чтобы слово примирения, служение примирения могло достигнуть, Евангелие, Царство Божие могло достигнуть еще многих людей. Поэтому, если мы оказываем эту любовь на деле, это всегда поощряется, это всегда благословенно, это всегда пребывает вовек. Поэтому станем, Писание говорит, любить не просто словами, но делом истины. Поэтому, дорогие друзья, вы можете стать участниками партнерства в Божьем деле, чтобы Евангелие Царства Божьего, Евангелие Его мира, Шалома, оно распространялось по всей земле. Это наш удел. Мы взяты в особый удел, чтобы возвещать призвавшего нас из тьмы в чудный свой свет Его совершенство. Его совершенство в том, что Бог любит вас, Он хочет вашего спасения и хочет, чтобы вы примирились с Ним, и чтобы несли это служение примирения еще и для многих людей. Дорогие друзья, спасибо, что вы сегодня в программе «Твой лучший день». И сегодня, воистину, ваш самый лучший день. Вы имеете возможность жить в этом дне, благодарить Бога за этот день. Да, дорогие друзья, и за Его великое спасение. Сегодня слово звучит в ваш дух, в ваше сердце. И когда вы услышите голос Его, Библия говорит, не ожесточите вашего сердца, но примите это Словом. Прислушайтесь, что Бог говорит сегодня к вашему сердцу. Он вам напоминает о Его любви. Он говорит, что вы Его сын и Его дочь. Вы в Его уделе, вы в Его народе. Вы царственное священство. Познайте Его любовь и в любви совершите миссию благословения, как царственное священство. И Бог непременно вас благословит. Дорогие друзья, напишите нам и позвоните. Мы будем очень рады общаться с вами. И до встречи в следующих программах «Твой лучший день». Посылаем вам шалом. Твой лучший день.